Воскресный день – день празднования 75-летия освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. Его день рождения выдался счастливым для молодых мамочек, у которых в эту знаменательную дату 28 июля родились малыши. Нашу дочку мы ждали с нетерпением очень долго, волновались, переживали, как все пройдет. И вот сегодня в три часа ночи все началось. Конечно, несмотря на все муки, самое главное была мысль, чтобы с ребенком все было хорошо, чтобы родилась здоровенькая. Так как ребенок родился в столь исторический день на тысячелетие Бреста, я считаю, что это знак, что он будет у нас очень активным гражданином. Активным и целеустремленным, сильным и умным. Таким вырастет новорожденный Евгений, считает мама-богатыря Яна Угляница. Он обязательно будет защитником не только своей семьи, но и родины. Тысячелетнего Бреста, ведь родился малыш в такую знаковую для нашего города дату. Созданные в медицинском учреждении условия позволили пройти маме непростой этап. Этап родов достаточно быстро и комфортно. В целом хорошо. Быстро, очень быстро. Я даже не ожидала, потому что с первым было сложно, долго. А здесь раз, два и все. Все. Мальчик, смотрю, вылез, довольный, кричит. Хорошо. Главное здоровенький. Стать мамой – это вообще счастье. Даже во второй раз, тем более еще и сын. Папа вообще доволен очень сильно, потому что не ожидал. Оставить без внимания мам в такой важный для города праздник было бы неправильно. Поддержать их, окружить вниманием, заботой и, конечно, подарить небольшие памятные, но очень символичные подарки пришло большое количество гостей, для которых благотворительная акция – добрая традиция. Основной целью нашей акции является подарить радость для мам, отметить то, что для города значимо это событие, рождение их ребеночка. Для кого-то это первый ребеночек, для кого-то это второй. Многие мамы становятся многодетными семьями, и мы им хотим подарить сувениры, чтобы сделать приятное им. Знаменательный день как в жизни этих ребят, наших горожан, так и, наверное, всех нас. Мне, как многодетному отцу, очень приятно, я тут так сложилось, бывает, довольно часто. И, знаете, наверное, это все-таки оставляет такой неизгладимый след, как в душе каждой матери, так, наверное, и нас, потому что, когда ты поздравляешь этих деток, видишь счастье, с которым они родились. Это очень здорово. В этот день им всегда хочется пожелать одного – хорошего здоровья, и то, что их детки всегда были здоровы и счастливы. Это самое главное для них – спокойствие, конечно. Врачи отмечают, сегодня столь ответственный шаг, как рождение нового человека, требует не менее ответственного подхода к планированию семьи. Мамы идут уже воспитанные, грамотные, может, немножко иногда излишне начитаются в интернете, но вообще подходят с ответственностью к беременности и к родам. Брестская область по рождаемости занимает первое место. Но сейчас немножко идет спад рождаемости, потому что подошли в чудо-родный возраст женщины, когда у нас была самая низкая рождаемость – 90-е годы, когда была вот эта бедность наша, и тогда мало рожали. И сейчас они вступили в чудо-родный возраст. Поэтому немножко идет спад количества беременных и родов. Но я думаю, это временно. Инициаторы праздника уверены, что дети – это сила нашей страны. И чем больше у нас будет молодых граждан, тем богаче будет наша страна. Мы считаем, что действительно активная наша молодежь, она должна участвовать активно в жизни нашего района и в жизни нашего города. И когда мы опрашивали свою молодежь, каких же больше они хотят участвовать в проектах, они, в общем-то, называли социальные. Помимо вот этого участия в проекте, именно поздравления детей, родившихся в день города, в день его освобождения, это, конечно же, очень хорошая традиция, которая уже длится четвертый год. Всего 28 июля в Брестском областном родильном доме на свет появилось 11 брещан, 7 мальчиков и 4 девочки.